Бойцам 128-й бригады не выдают зарплаты и боевые выплаты. С нами связался командир одного из взводов горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й бригады. По его словам, ему и его подчиненным уже несколько месяцев не выплачивают зарплату и не дают удостоверению участников боевых действий. Значит, у нас возникла следующая ситуация. У нас есть большие задолженности, включительно за прошлый год, есть невыплаты, начиная с января месяца. На данный момент, в этом году, у нас задолженностей очень много. Во-вторых, у нас есть непонятная ситуация, потому что выплачиваются непонятные суммы, которые как бы не такие должны были быть. Кроме того, по словам нашего собеседника, неожиданно, без предварительного уведомления, был изменен банк, в котором бойцы получали зарплаты. Из-за этого большинство из них не могло получить даже те деньги, которые им начислило Министерство обороны. Мы пришли, говорят, все, ребята, значит, на вас готовы новые карточки, получайте новые карточки. Хотя нас старый, в принципе, вполне устраивал. Вообще, как бы, есть такая предыстория, что якобы кто-то из бойцов получил премиальный и сказал, что вот, смотрите, русский банк не выплачивает премиальный запогритый русский танк. Но это опять же все такое мифическое, потому что, насколько нам известно, премиальных у нас никто не получал. Вот как людям, с каким моральным состоянием они должны выходить на боевые позиции, когда у них проблемы, им нечего домой отправить, во-первых, к семьям. Потому что семьи тоже, сами понимаете, нет участников ОБД, семья не получает никаких льгот вообще. С отпусками нас, опять же, по всей видимости, обманули. Потому что те, кто в 2014 году якобы их не брал, в этом году сказали, вы получили 18 суток, то бишь 10 это было за 14-й год, а 8 за 15-й. Ну, начнем с того, что командир нашего батальона, как бы он пытался этот вопрос поднимать, но постоянно он что-то пытается, но, видимо, что натыкается на те же грабли, на которые и мы натыкаемся. То бишь, дозвониться туда некому. У нас за последнее время у нас поменялось, по-моему, 4 начальника финчасти. Это за последних полгода. Ну, если еще там как-то с техникой более-менее нормально, ну, например, не хватает у нас машин жизнеобеспечения. Без них очень, конечно, сложно будет. Нам обещали, что они должны быть, вот ждем, может будут, может нет.